Хей, всем привет и добро пожаловать на мой канал N3Play! Сегодня вместе с вами снова будем играть Witchcry 2! Но на этот раз мы будем играть не на уровне сложности призрак, а на уровне сложности нормал, как я вам и обещала. Так, угу, она довольно медленно передвигается и не будет обращать на вас особого внимания. Отлично, а почему у нас интерфейс выключен? А он прозрачный получается, да? Скорее всего, да. В общем, я не знаю, что из этого вообще получится, потому что обычно, когда я в такие игры играю на уровне сложности выше призрака, меня начинает поташнивать. Также у меня начинает болеть иногда и голова, и живот. Вот, как-то так. Это все мы читать, конечно же, не будем, потому что мы это уже все знаем, мы это читали, но если вдруг вам было интересно, что уже там написано, то вы можете поставить это видео на паузу или же посмотреть предыдущее прохождение этой игры на уровне сложности призрак. Итак, ой, боже мой, мне очень страшно, потому что обычно в такие игры я не играю на нормале вообще. Знаете, единственная игра, которую я прошла на нормале, это вроде как была Гринни. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Самое интересное, это где находится наша плачущая ведьма. Ага, змея, нам нужно абракад... А, вот. Берем. Отлично, сейчас берем. А-а-а! Что за... А почему я не могу везти? А-а-а! Я же не то заклинание использовала, она же живая все равно, блин. Угу. Мне же нужно ее превратить в веревку. А как это сделать? А у меня заклинание... Да, заклинание есть, но это было не то. То есть мы использовали молнию, которую должны были использовать против нашей плачущей ведьмы. Так, я забываю, что нам нужно нажимать на палочку. Нам не это заклинание. Вот так вот. Отлично. Все просто замечательно. Замечательно. У нас есть щипцы. Это... Ой, это же не щипцы, это как бы ножницы. Садовые ножницы. Ага. Она... 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 Куда нам нужно идти с этими... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Она меня заметила. Боже мой! Я не помню, куда мне нужно идти. Где они мне могли пригодиться? Ну, вроде как... Как раз таки с них и начинается вся эта игра. Может быть туда? Угу. 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 Это как раз таки там, где перерезать надо было все, да? А-а-а! Нет! Это же... Нет-нет-нет! Это же то место, в которое мы должны были попасть! Так, ладно, давайте. Мы возрождаемся. В смысле? То есть, мне нужно было посмотреть... А, все? Используем... Нет? Что ты хочешь сделать? Вы посмотрите на ее лицо! Боже мой! А все, получается, я не прошла? Вот так быстро? Ребят, я, конечно, сама от себя такого не ожидала, что я так быстро... Сольюсь. Ну, ладно. Пробуем еще раз. Была не была. Я-я-я-я-я-я... Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Нет, я подумала, что мне нужно было идти сюда, а это, оказывается, то место, в котором мы должны были прибежать в самом конце, к Кретель. Кстати, все равно, есть один вопрос, который остается, ну, скажем так, без ответа. Почему в этой сказке у нас Красную Шапочку называют Гретель, когда Красная Шапочка и Гретель, Гензель и Гретель, это две разных сказки? Это очень интересно и очень непонятно. Я немножко не понимаю, где она находится. О-о-о! Она меня увидела? Да ну... Сколько раз она меня будет еще замечать? Ну, отстань! Ты же была так далеко, я всего лишь из-за дерева вышла. Ну, как так? Ты не должна была меня вообще увидеть. Ладно. Я надеюсь, что где-нибудь мы все-таки от нее отвяжемся. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, стоп, 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 стоп. Она бежит? Ага. Остановилась. Прекрасно. То есть, это преграда для нее на самом деле преграда. Угу. А, я думаю, это заклинание. Но пока что мне это, в принципе, не нужно. потому что сначала нужно найти что-то нужно найти лом лопату так я нашла какашку я нашел он отлично теперь лом вроде как нужен для туалета а в туалете у нас находится лопата и теперь самое главное это ведьма которую я не вижу так аккуратно пожалуйста где она боже мой она тут зачем зачем ты меня увидела я же всего лишь хотела сходить в туалет так а если мы побегаем вокруг дома она нет она не отстанет по моему она не быстрее нас случайно или на по скорости такая же как и мы но если она по скорости такая же как и мы то в принципе открываем самое главное чтобы она нас не поймала но она все ближе и ближе ребят это очень плохо так ладно нам нужно быстренько открыть унитаз точнее туалет толчок о берем быстрее берем быстрее давай 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 беги 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 у нас просто супер шанс ес 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 все это замечательно у нас есть лопата а для чего нам лопата а лопата нам нужно чтобы окраски откапывать какашки но логичнее был бы если бы эти какашки откапала бы ручками мне нужно будет допустим просто перчатки не знаю как в играх обычно бывает возьми перчатки и перетащи говно почему бы и нет копаем ничего нет а кстати что мы должны найти в этих какашках отвяжись ведьма на пожалуйста вроде как какой-то ключ ага нам нужен красный плащ красный плащ по моему находится в каком-то подвале а чтобы этот подвал открыть так какашка вообще ничего нет в принципе она отвязалась по моему немножко чтоб красный плащ открыть нам нужен тоже какой-то ключ я не помню какой я вспомнила ключ этот лежит в сейфе в доме ведьмы на втором этаже но до этого момента нам еще очень долго расти и расти я думаю что если я зайду сюда то в принципе ведьма ко мне никаким широм и ром не попадет поэтому мы поднимаемся сюда то должно быть какое-то заклинание которое нам должно помочь пройти эту игру так вот заклинание и что это а это заклинание связанное с растением то есть пока что когда у меня свободное время будет я буду там не мыть это пробегать в принципе можно будет использовать это заклинание ладно тогда все очень даже хорошо а мне интересно у нас вот эти вот молнии они бесконечные или нет что-то не подсказывает что нет но тоже вот допустим если мы всю игру тратим молнии на плачущую ведьму чтобы ее молнии остановить а потом в какой-то момент нам нужно использовать заклинание допустим для растения то каким образом мы должны использовать если вдруг у нас закончится заклинание это очень интересный вопрос и ответ на этот вопрос мы скоро узнаем ну конечно же не в этом видео потому что я вообще говорю в общем не в этом видео потому что здесь мы это пока что проверять не будем наша цель пройти эту игру а не запороть всю катку поэтому играем так она 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 вообще где 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 ты а вон она а где она остановится и куда она пойдет на кутыки на гору понятно значит мы можем в принципе обойти и нам осталось копать какашки нам же больше делать нечего реально 더�下去 ой 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 ёй по моему ману от страницам А нет, она нас заметила Прикиньте, она нас заметила Так, 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 копаем Стоп, а я откопала практически все какашки Где еще какашки-то? Я ничего не нашла, хотя я должна была что-то найти Где она? Она сюда может забежать? Реально? Но пока что она забегает, мы можем в принципе убежать И все будет просто замечательно Отличная идея Я не понимаю, где мы пропустили какашку Это камень, тут все понятно Это нам не надо Короче, пока что ее нет, мы можем взять ключ и открыть ее дом Вообще, конечно же, если бы я была на месте этой ведьмы То я бы ни в коем случае не прятала свой ключ от дома Под каким-то цветочным горшком, а уж тем более на улице Потому что, нет, ну а что? А вдруг какие-то Гензель и Гретель объявятся, решат меня обокрасть Обкрадут мои самые дорогие книги И что я потом буду делать без этих книг? И вообще, кстати, книги для меня это что-то очень ценное Это нечто священное Но при всем при этом я их коллекционирую У меня большая коллекция книг И знаете что? Я их не читаю Ну то есть, я не знаю вообще, как так получается У меня то есть мотивация читать книги, то нет мотивации читать книги Кстати, ведьмочка у нас прошла Напишите в комментариях, как вы относитесь к книгам Читаете ли вы их и коллекционируете ли вы их? Если коллекционируете, то читаете ли вы их тоже? А может быть, так же, как и я, не читаете А просто коллекционируете, потому что они красивые Так, так, так Хм Нет, это, конечно, все очень интересно Да Я немножко не понимаю, где сейчас находится ведьма Но самое главное, чтобы ее нигде не было Отлично Мы, 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 мы Мы все сделали Я что-то немножко не поняла У нас в руках... А, у нас в руках рычаг Мы же как раз-таки и бежим сюда Так, смотрим Там ее нет Отлично Теперь мы поворачиваем рычажок И у нас должно появиться ведерко Ой, боже мой Простите Неловкий момент Я подавилась слюней У меня такого давным-давно уже не было Так, так, так Вон ведьма Вы ее прекрасно видите И мы ее тоже видим Поэтому мы убегаем Нам нужно попасть А, он там и находится Блин Так, пока что мы здесь проходим Самое время Привожить все усилия для того Чтобы вот это вот растение Начало расти А теперь Я не там это сделала Я просто так потратила заклинание Ай Все, стой Видимо, стой Понимаешь? Мне нужно быстренько пройти А, кстати, интересно Сколько секунд Длится это заклинание Потому что, как мне кажется Оно не очень-то недолго Я решила не открывать этот амбар Потому что Ну а вдруг она зайдет сюда И тогда Я уже буду не в безопасности Так, берем камушек Ой А я и забыла, что они тяжелые А один камень вообще на улице Ладно Самое главное, чтобы ее там не было Ну, вроде как Вроде... Нет Нет По-моему ее нет Так, быстро берем камешек И бежим к амбару Все будет хорошо Я надеюсь на это, по крайней мере Нам нужно открыть туннель Точняк Как раз-таки в этом туннеле У нас лежит красный плащ Но я не помню Возможно, там что-то было Поэтому давайте спустимся На всякий случай Посмотрим Возможно, здесь Лежит какой-нибудь... Ага Замок Отлично Здесь кроме замка Ничего нет Это что за баги вообще? Я как сквозь лестницу прохожу Что, невидимка? Пока что вроде как Плащ невидимку не находила Ну, куда? Так, заклинание Отлично Угу Все Али Ведерчи Чао-какао, так сказать Доспеваемо Персик зрелый Так, так, так У нас закончили Заклинание А что мы теперь делать будем? А-а-а! Я поняла! Смотрите, у нас тут три молнии. То есть мы три раза можем использовать заклинание с молнией. А так, палочку мы эту можем использовать бесконечно. В принципе, очень даже логично. Но очень плохо. Потому что мы использовали все молнии и не прошли даже половины игры. Замечательно. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Мне кажется, мое так-так-так-так-так-так... Ой, ключик! Ай-яй-яй! Там даже вылезти нельзя. Ведьма, отстань, пожалуйста. Мне кажется, вот это вот так-так-так-так-так-так. Можно вообще на звуковое сопровождение поставить. или на начальную заставку видео начнется как тут и как у купленного папа 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 вот это мы не на то нарвались я думаю что она продолжает бежать за мной оказывается ведьма 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 отстань от меня пожалуйста на 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 так пока я надеюсь что что ты не поднимешься. Ну, вообще-то ты поднимешься. Ты сто процентов поднимешься. Чего она такая быстрая? Даже я по лестнице так быстро не поднимаюсь? Это просто невообразимо. Я устала, честное слово. Кстати, у меня уже начал болеть слегка живот. Слегка начал болеть живот. Вот в таком порядке конечно будет, конечно же, правильнее. Конечно, конечно. О, боже мой. Мой русский, это что там? Мне нужно попасть туда. Так. Я вспомнила, знаете что? Что там сто процентов нам понадобятся садовые ножницы, которые мы не взяли. А эти ножницы находятся как раз таки там. Парам-парам-парам-пам-пам. И, видимо, тоже там. Она меня достала, честное слово. Я уже не могу. Мне надоело бегать от нее туда-сюда по пятам. Еще вот из-за того, что постоянно от нее бегать приходится, мне кажется... О, кстати! А не может быть такое, что... Вот, допустим, в игре я бегаю, в игре я устаю, у меня начинает болеть живот от того, что я слишком много бегаю. И мне как раз таки в жизни это тоже переходит. Ведьма, отстань, пожалуйста. Я тебя умоляю! Вот жалко у меня закончились в молнии. Там-пам-пау, парам-парам-папау. Ой, ой. Так, нам надо идти туда. Самое главное это, конечно же, вспомнить, как нам добраться до лесостепи. Хм, хм, хм. Вроде бы как направо, направо, потом было налево, потом опять было налево, а потом было направо. Но, возможно, кстати, это неправильно. И? Ну, слушайте, отличная работа. Мы вернулись обратно. Хотя бы не заблудились, ладно. А если попробовать сначала направо, потом налево... А, нет, давайте направо. Потом налево, а потом два раза направо. Два раза направо. Возможно, это правильная последовательность. Вот, как раз-таки последний момент. Я помню, там как-то неправильно переходило, и нам нужно будет... Нет? Хм. Ну, давайте попробуем еще одну закономерность. Направо. Теперь мы идем налево. Потом мы... Потом мы идем... Ну, давайте направо. А теперь опять направо. А, ну, нам еще пятый раз... А пятый раз тоже направо, потому что в последний раз вроде как нужно было тоже... Нет, это неправильно, потому что там не может быть три раза подряд направо. Она идет. В общем, меня начало немножко тошнить. У меня начал болеть живот еще хуже, и голова немножко побаливает, поэтому я думаю, что на этом можно закончить видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Также не забывайте оставлять свои комментарии, ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok